Отметим и закончим последний, я только покажу пример, как богословствование своего личного, то есть как я вот на основе Павла, вот эти принципы, которые дал вам введение, да, вот дескриптивная задача, синтетическая, догматическая и прагматическая. Как я это воплощаю в своей, в своем модели богословствования, ну, это будет последняя, ну, лекция. Так называемая теология тринитарной бенедицины. Вот. Ну, мы закончили, Павел говорит, о праведности, праведности Бога, отсюда его доктрина оправданий верой. И это стало краеугольным камнем или основанием протестантской теологии или реформатской теологии, в случае теологии Мартина Лютера. И мы тогда сказали вначале, что Павел Петр, Мартин Лютер прочел, прочел Павла в контексте, ну, в своем контексте и иудаизм, он приравнял, вернее, или католицизм, он приравнял к иудаизму. Что, в принципе, неверно. И отсюда конфликт Павла и закона, да, читай, иудаизма, Мартин Лютер перенес на свой конфликт с католицизмом. То есть это послужило, ну, такой вот толковательной моделью для последующих богословов. Ну, то есть и на этом построилось богословие реформации, и на этом строилось веками понимание Павла, вот на этом конфликте. Вот почему Сандерс, который я вам показал, он взял такую революцию, тем, что он переосмыслил новые данные, которые увидели исследование иудаизма, показали, что иудаизм нельзя было приравнять к католицизму. Ну, то есть это не религия заслуг, не религия зарабатывания, спасения делами хорошими. То есть и дела закона, кстати, Павел противостоять не хорошие дела, а дела закона. И на основании, на Галатном, помните, мы говорили, что там, ну, что интересно, Павел же не говорит, что не нужно ничего делать. Носить бремена друг друга нужно, а это дела. Вот, понимаете, то, что этики Павла не говорится, ничего не делай, делай, но только отличие дел, закона и вообще плодов христианской жизни или плодов духа, оно качественное. Поэтому от Мартина Лютера нам досталось такое наследие и богословие протестантское, которое повлияло, в принципе, на все виды и на евангельское богословие всех направлений. Вот, как бы там ни было, это, ну, шаг. И особенно его понимание праведности Бога, оправдания по вере. Вот немножко мы об этом оправдании поговорим. Когда коснемся христологии. Давайте перевернем. Еще о праведности Бога мы говорили в послании Коринфянам. Помните, когда Павел распекает там или упрекает тех, помните, суды. Братья судились, и он им в синодальном переводе так вот, по-моему, сейчас я влечу. Девятый стих. Или не знаете, что неправедные царства Божьи не наследуют. Неправедные. То есть, они поступают неправедно по отношению к братьям, которых влекут в суд. Они их обижают. И он, помните, вскрывает проблему, что вы обижаете. Но вы сами обижаете и отнимаете, при том, у братьев. То есть, какая-то, вот она, несправедливость. И всего лишь вот здесь, нет времени. Очень серьезная тема, потому что иногда кажется, понимаешь, что такое праведность, а потом кажется, что не понимаешь. Я говорю, Павел. Поэтому у нас проблема с праведностью. Под праведностью понимаем уже после пост-Лютеровской понимания. Праведный человек – это добродетельный человек, это духовный человек, это святой человек. То же самое и цадика, праведности. То, что соблюдают Тору. В том-то есть вся фишка, что же соблюдать надо в этой Торе, чтобы быть праведным. Вообще, Бог праведный – это термин, который принадлежит идее Бог-царь и Бог-судья. Потому что народ ожидает от царя правильного суда. Символом праведного судьи, на каком-то прижутке истории для Израиля, был царь Соломон. Он мудрый судья. И вот его мудрость, суда. То есть народ ожидает от царя праведности, праведного суда. То есть, читай, справедливого суда. Справедливости желает? Мы желаем от власти справедливости. Ее справедливого отношения к нам и поддержания той справедливости, которая есть в обществе. Тора Моисеева – это закон праведности, то есть справедливости. Закон Бога свят. Он справедлив, он праведен. Почему праведен? Он не обладает качествами, а он справедлив. То есть, если Тору будет исполнять каждый человек израильского сообщества, то это будет общество процветания. И оно процветает, потому что так настроено Тора, что каждая семья сработает на свое благополучие не за счет другой семьи. Вот если мы в таком спектре прочитаем Тору, что в отличие от рабства в Египте, где весь Израиль пахал и горбатился на фараона, и так были все. И помните, когда Израиль захотел себе царя, то Самуил им сказал, да, что, ребята, ну вы знаете, что будет с выбором царя? Вы будете на него тупо работать. Народ ожидает. И поэтому, когда вот больше понималось, что Яхва есть царь, и вот в основании, в одном из псалмов, я не помню точно этот псалм, в основании престола твоего праведность и суд. То есть, Евангелие, царство, это, то есть, когда радуйся, да, радуйся, бацарился Бог. Почему? Потому что праведность и суд торжествуют. Царство Яхва, это царство его закона, Торы, а значит, торжествует праведность и суд, справедливость и суд. Что обличали пророки, за что обличали пророки Израиль? Богатую верхушку или царей за то, что попирается в справедливость. Пророк Амос, пророк Исайя, что вы здесь воры топчете у меня? Бог говорит Израилю. У вас, посмотрите, что на улицах творится, в обществе, у вас руки полны крови, у вас за долги сидят братья в тюрьмах, в подвалах ваших. Вспомните это вот обличительное, такое самое апостас, что вы там поститесь, не хотите кушать, идите отдайте тому, у кого у вас там в погребе, там в тюрьме сидит. Несправедливость, читай, неправедность. Поэтому праведность Бога и праведность в изначальном смысле, не вот эта вот праведность, которая вот такая вот в религиозном смысле. В социальном. Бог творит социум, народ, завета, народ, свой народ, противовес всему тому языческому кошмару, который творился, который был в те времена. Вот оно состояние, что значит праведный Бог, справедный, справедливый. И это соединяет идею праведности с идеей Бог-царь и Бог-судья. Потому что от царя ожидается, что у него правильный суд, да, все правильно. Он гарант того, что Тора должна совершаться в обществе. Вот почему пророки обличали царей, потому что от них зависит. И вот вспомните, вспомните, когда Израиль уклонялся вслед иных богов, проблема была не в доктринальном смысле, а проблема была, что когда смещается фокус царя, когда теряется страх Яхве, страх Господень, что происходит? И вспомните историю с виноградником Иоуфея. Все, дар Бога земли на дело, да, который закреплен законодательно, то есть тот, что положен по завету, да, Иоуфею, положено, то есть закреплено Торой, искреплено печатью завета Яхвы, теперь уже не имеет значения, потому что помните реакцию, как я могу нарушить волю Яхвы, то есть это же мой удел. А для жены этого Ахава, да, она из Авери, она вообще из финикийских, языческих, для нее это вообще не имеет значения. Меняется Бог, прав нету, Тора уже не работает, несправедливость. Понимаете? Все. И вот, где-то не могу найти эту ссылку Исайя где-то. Окей. Вот она, праведность. И вот смотрите, Иисус приходит, особенно в Евангелии Творки, говорит языком богословия второзакония, второзакония Исаии, Дух Господа на мне, Он помазал меня. И смотрите, он говорит языком Исаии, освободить пленных, исцелить, накормить, то есть, говорит языком какая-то социальная риторика, а Тора она социальная, он говорит языком справедливости. Почему в Израиле есть нищие и бедные? Вот обличение пророка. Вспомните, эти же моменты есть у Иоанна Крестителя, когда смотришь, что нам делать? Не бери лишнего, достаточно тебе, там, солдаты, помните, то есть, он как бы тоже расставляет какие-то перекосы в социальной жизни. Вот Бог куда смотрит. Нет скрупулезность ритуальных законов и всей Галахии, а справедливость, потому что его закон уже не работает, потому что его закон благ, он дан, чтобы об обществе жило, и не было никого нуждающего. И вот Иисус это поправляет, исполняет, и книги Дняния Апостола, эта церковь новая, исполняет мечту Моисея, который говорил, что и скажут, когда вы будете исполнять эти законы, и скажут народы, кто такой Бог, где такие законы, что посмотрите, какой классно в этом Израиле жить, где это посольство, я хочу туда на ПМЖ, потому что тут у меня несправедливые цари, тут я в Кандалах, а здесь общество процветания. Поэтому, и эта община Иерусалимская, она описывается вот такими вот восторгами и мечтой Моисея, была в любви у народа, то есть еще бы, кому не хочется, туда приходишь, и там гуманитарка в Германии приезжает. Нет, не из Германии гуманитарка приезжала, они делились, у них было, они преломляли свое сердце, это, и почему, и этим самым они показывали, что делились, преломляли хлеб. Вот она, и значит, вот Бог праведен. И здесь Павел их обличает, что вы понимаете, что неправедные не наследуют царства, потому что у вас несправедливость. Вот если мы перенесем сейчас праведность в этот контекст, чуть-чуть мы увидим, почему Бог тогда так требовательен и обличает. Переходим к христологии, это второй пункт. Христология Павла, ну, были вопросы, откуда возникло, каковы там иудейские его корни, ну, представлять, есть ли там что-то в иудаизме. Конечно же, можно сказать, что в иудаизме есть основания и терминология для христологии, но в иудаизме была такая идея, как идея о мессии, можно сказать, что мессиология, не мессиология, слово мессия, а мессиология, слово мессия. То есть, то понимание мессии, которое, ну, и вот эта вот мессиология, она тоже была, у Павла, то есть, этот инструментарий, терминологический, концептуальный, я думаю, он Павел его дальше развил. Как минимум, в послании к римлянам в первой главе мы читаем, что 3,5, да, благодаря о сыне своем, который родился от семени Давида по плоти, открылся сыном Божьим в силе, по духу святыни, через воскресение с мертвых, гостицы Христе, Господи нашим. Как минимум, вот эта вот идея, что мессия от семени Давида, что он есть сын Божий, то есть, это уже терминологическая база мессиологии, то есть, представление о мессии, поэтому Павел опирается уже на эти концепты, на эту терминологию, но в большей мере, конечно же, Танах, история Израиля, богословие иудаизма и опыт встречи с Христом, то есть, это его убил, но мы об этом говорили, идем дальше. У Павла, конечно, христология такая, повествовательная, вот можно сказать, что есть четыре, четыре вот таких вот части повествования, в этом повествовании. Первое, это история Иисуса, сама история Иисуса, которая очень, ну, выразилась в некоторых гимнах, например, филиппийцам 2 глава, 6 стиха по 11, он, будучи образом Божьим, помните, не почитал хищением быть равным Богу, он, в другом переводе, он по природе Бог, не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись, он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил, и так был послушен, что принял смерть саму, смерть на кресте. За это Бог вознес его над всеми и имя даровал превыше всех имен, чтобы пред именем Иисуса всякое колено преклонилось на небе, на земле и в преисподней. И всякий язык провозгласил, что Иисус Христос Господь в славу Бога Отца. Вот такая история Иисуса. И вот смотрите, схема этого гимна, она вот такая вот. То есть он по природе, он, будучи образом Божьим, не почитал, был равным Богу, но не держался за статус, не держался, добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком, то есть стал, и был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил, и был послушен, что принял смерть саму, смерть на кресте. То есть вот его возвышение, парадоксальное возвышение и прославление царя Иисуса, мессии Иисуса через его послушание, смирение, верность до конца, верность до креста. И это самая нижняя точка. Помните, что по сути казнь на кресте это самое отвратительное, самое низкое, что можно себе придумать в античном, в римском, и для евреев там есть цитата, что прокат всякий, висящий на древе. И для римлян, в принципе, это самое такое. Павел был благородной смертью казнен, отсечением головы, поэтому на кресте распинали самое требье. То есть это символ унижения, то есть это страдание, унижение, то есть это криминные унижали. То есть это было еще и очень позорно. Это не была та, знаете, такая смерть, о которой слагают легенды. Были такие, помните, из истории Израиля, когда там, ну, этот Массада, крепость Массада, да, где себя, кстати, меняет эту концепцию, где в христианстве самоубийство считается грех, да, здесь благородная смерть, они не сдались, да, то есть, ну, такая благородная смерть, то смерть на кресте, она не обладает никакой, такой, ну, ореолом благородства, такого, знаете, о котором бы хотелось, вот сейчас, допустим, шахидов, вот тех, кто стрелил, смертников, эта смерть, она благородная. И задевают чувства молодых парней, девушек, да, почему, и вот слагают легенды, я не помню, как этот фильм называется, где, вот, где вот вербуют таких ребят, на такой вот теракт, и они записываются на камеру, и он смотрел другие герои, и понимает, что другие будут смотреть, его, его уже это как-то поддерживает, то есть, это смерть, которая, там, ореол героизма, смерть на кресте не обладала такой, таким ореолом, то есть, подумать, что ты будешь, что кто-то, нет, это действительно позор, но это не смирение, но через эту, через это, и он не вознесен, то есть, и он вернулся, он превознесен выше, и все, все мыслимая вселенная, на небе, на земле, и все, все признают, когда-то преклонят перед ним колено, это история Иисуса, история Иисуса, которая отображает историю Израиля, Израилю надлежала бы так вот смириться и быть верным Богу до конца и быть превознесенным, но история Израиля открывает, или драма Израиля открывает другую драму, драму мира, поэтому еще одна история, вселенская история, история мира, христологии Баула, это старый конфликт, здесь угадывается Адам, который хотел, послушался другого голоса и хотел быть как Бог, и здесь вот некоторые ученые, ну, этот гимн в этой схеме, старый Адам, новый Адам, то есть, но не стоит, ну, я говорю, что не стоит, ну, видно какая-то схема, да, то есть напоминает, что Иисус был по природе Бог и не стал за это, он не рвался, противовес Адаму, который послушался и хотел, вот как Бога, он послушался какого голоса, стать как Бог, понимаете, и получил, ну, он стал как Бог, только голый король оказался. Здесь же другая картина, смирение, и вот здесь вырисовывается идея верности, верности Мессии, верности Сына Божьего, замыслу, планам и воплощение Отца. Это вот мы сейчас перейдем, и поэтому есть, и когда мы говорим о природе Христа, есть тексты, которые говорят о его божественности, пусть не так прямо, как мы хотим, уже в развитом таком богословии, и есть тексты, которые говорят о его природе человеческой, то есть они там у вас написаны, я не хочу на них останавливаться, вот это вот маленькое приложение. Давайте прочтем послание к Лименам, 3 глава, 22 стихи, 26. Это, в принципе, связано с Божьей праведностью, с оправданием и с Мессией, с Христологией. Видите, как сложно отделять одно от другого. Итак, что же мы читаем? Мы читаем такое. Римлянам 3, 22, 26. 21, 22. Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо закона, хотя и закон, и пророки тоже свидетельствуют о нем. Это оправдание за веру в Иисуса Христа для всех, кто верит без разницы. Все согрешили и все лишены сияния славы Божьей, и все оправданы даром по Его доброте через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил стать Ему жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие Ему. Бог явил свою справедливость, то есть праведность, простив грехи, совершенные в прошлом, в те времена, когда Он их терпел. И тем явил свою справедливость или праведность в настоящее время, показав, что Сам Он праведен и оправдывает верящих. Верящих Иисусу. Знакомый текст, да, то есть мы на нем строим. Теперь смотрите, вот эта проблема с так называемыми генитивами или конструкциями родительного падежа в греческом языке. Мы привыкли, значит, за что мы оправданы? Как мы оправдываемся? По вере, да. Верой в Иисуса Христа. Вот здесь маленькая проблема. Давайте, первое, в 22 стихе говорится, буквально на греческом говорится не вера в Иисуса Христа, а вера Иисуса Христа. вера Иисуса Христа. И при том, что вот это вот так называемый генитив или родительный падеж, греческом самый сложный, это в десятки видов, и вот это вот самый большой облом для кто изучает греческий, потому что это сложно реально. Иногда генитив может принимать вроде бы форму родительного падежа, может по функции быть и дательным, и ну его переводят просто потом в другие языки в связи с тем, что и здесь нету единства, потому что видите в нашем переводе стих 22 правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. И есть несколько еще таких конструкций в Новом Зелите, там приведено. В чем здесь проблема? Проблема в том, что здесь вопрос, как минимум, что это такое? Какой здесь генитив? Какая здесь конструкция? Генитив субъектный или объектный? То есть кто, сейчас я объясню попроще, чья это вера? Потому что буквально в 3.0 из зрительского вера Христа. То есть вера Иисуса Христа. Вот видите вот в 3.1 буквально в 3.0 Пискис Христу. То есть вера чья? Вера Христа. Понятно, что не всегда буквально нужно переводить. Не всегда буквально перевод точный. Вот видите тот случай, когда незнание греческого не поможет. Вот греческом там слово. Вот тот случай, когда знание греческого, знание языка не помогает. Контекст будет определять. И контекст даже не сколько такой вот лингвистический, языковой, сколько богословский. Нужно знать. Вот здесь вот уже еще одна проблема. Видите понимание текста. Контекст, все контекст будет и контент не всегда вот языковой но тематический богословский или теологический вот смотрите здесь мнение ученых делятся многие считают что это означает вера в христа а объектный генитир да то есть как в виде акузатива то есть в винительном побежать кого что верить в кого что вы иисуса христа и дадите все наши переводы подняться спаснули еще один перевод насколько здесь да и кассиан тоже правильность божия через веру иисуса христа так вот когда мы вот эти вот встречаем конструкции то они означают 24 раза встречаются в текстах павла все они относятся к вере индивидуума а не в вере в индивидуума так как говорится что христиц такого то что риса а его вере они в вере в него 20 раз индивидуально или коллективно христианам один раз к вере верности бога а вот 3 30 в этом же временном ибо что же если некоторые неверные были неверность их упразднит ли верность божью и в то есть опять вера бога не упразднит веру в бога понимаете а веру бога и здесь мы выходим еще надо понимание что кстати вот гола там а вот два раза к вере авраама то же самое вера авраама не вера вы авраама и один раз к всякому кому его вера вменяется правильность то есть одна и та же языковая но конструкция генитив только там мы переводим как вера какой-то личности оба за втором стихе все переводят вера веру вы личность понимаете есть конструкции где бизнеса там вера или эйс или вы или н вера вы вот так вот иоанна 3 16 несколько раз вера в него по-гречески там греческом там два предлога может быть н в или эйс к тоже вы в этом эйс это предлог направления к или вы я в я вхожу в н это тоже на русский вы но это уже предлог уже место то есть когда мы как этом английском есть и знать английский да есть это интенсию и им внутри когда у нас русском вы это тоже имеет такое значение вы это по направлению я захожу в дом или заходил в дом и я в доме то есть и вот и иногда вот это вы есть как к по направлению и вы внутри то есть так воскрешать но данном случае здесь вера видим нет много раз встречается вот вера вот личности вера они вера в саму личность второе изменение идем и происходит галатам 2 16 можно почесть 2 16 так что то однако за узнал что человек оправдывается не делами закона а только верую в иисуса христа и мы уверовали во христа иисуса чтобы оправдаться верую в христа они делами закона ибо делами закона не обсуждается никакая плоть так вот сирийский перевод пиши то перевод один из древних переводов переводит буквально генетин а сирийский перевод центром синистово христианство было антиохи а это был центром павловской и все детской деятельности зарождение 1 такой по сути антиохи а потом стала одним из фундаментом христианского богословия две основные школы в раннем христианстве богословие александрийская школа и антиохийская школа вот и александрийская школа там был она еще дала свою историю там еще история история филон александрийский иудейский мыслитель оригин александр клиент и так далее так далее то есть и чем была эта особенность аллегорическое толкование писания вот это и филон потом это вот аллегорическое такое очень тонкая утонченная чем особенность антиохийской богословский школа они были буквально следовали буквальному смыслу текст они были ближе к истории и люди не философствовать такая герметика философичная здесь герметика грамматичная и вот там вот где был павел перевели вот пиши то поэтому мы знаем что человек не оправдывается от дел закона но верою иисуса миссии буквально если они будут спорить что они неправильно поняли но это они на традицию павла знают ну должны знать и эта школа отличалась может быть слишком мы не наставим внутри не менее и мы верим в него вы видите иначе звучит так если мы прочтем что узнав что чек оправдывается в веру иисуса то есть а мы узнали доктрину об оправдании веры иисуса христа значит и и мы уверены получается как что человек оправдывается не от торы не от закона но от верности и мы верим в него иисуса миссии чтобы от его веры от его веры а вера все-таки тогда имела значение мы дальше верность от его веры веры миссии мы оправдываемся а не отдел закона ефесянам 3 12 нас в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в него опять же впишите и они буквально переводят да это в нем мы имеем дерзновение смотрите в нем в нем мы имеем дерзновение и доступ упование упование его верность то есть он есть данном случае не объект веры а фундамент и основания нашего оправдания а его из-за его верность и вот похоже что в лютер был первым экзигетом новое время который перевел конструкцию как объектный генетик то есть вера вы и вот сама вера христа и ну тут много параллельных указывает на то что описывается вера то есть верность самого христа верность миссии она относится к обетованию рама христос был верен обетование бога благословить все народы проливает свет на два отрывка я у павла и включение язычников галатам 3 822 основной пункт то что через верность христа обетование обетование авраама благословение авраама было даровано язычникам поэтому вера наилучшим образом понятно как верность еврейском и эллимсическом смысле и ветхозаветами людей вера это верность поверил авраам богу если он не поверил в бога не поверил то есть его вера да то есть это верность и пошел это не доктрину поведение поэтому в библейском смысле вера это не интеллектуальная настройка это верность она относится к включению к ему то есть понимаете что он делал мы оправдываемся в неком этих стихах верностью миссии бог нас в этом является справедливость правильность открывается от верности миссии вот он уничижил себя сверился был верен до смерти и смерти крестной посему бог его привозил на этом основании верности миссии верности решила верность иисуса мы оправдываемся и верим в него и верим ему это же в контексте верности теперь мы верны божьему слову через его на божьим замыслом божьим планом и божьей воли как каким должен быть человек его народ есть понятно да вот окей хорошо этого достаточно ну для